Я сомнительный экономист, не признанный, так сказать, на официальном уровне, поэтому я позволю себе немножко сказать про экономику. Значит, есть такой человек, Анатолий Борисович Чубайс, как это, не к ночи будет помянут. Вот он приехал тут из Давоса, настоящего, не Краснополянского, и говорит, там истерика. Почему там истерика? А потому что на протяжении 70 лет, даже уже больше, с 44-го года, сколько прошло-то, была группа товарищей, которые были бенефицарами распределения эмиссионных долларов. Им было хорошо. И вдруг неожиданно оказалось, что больше этого источника нет. И вот тут-то образовалось две проблемы. Первая проблема стоит в том, что непонятно, как жить в условиях отсутствия источника. Еще раз повторяю, в 70 с лишним лет уже два поколения выросло на этом источнике. Ну, если считать за поколение 25 лет, то, наверное, даже три поколения. Они просто не понимают, как вообще можно жить без этого. А второе, они на этом источнике очень сильно, ну, на халяве-то, задрали уровень жизни народу-населения. И когда оно сейчас обнищает, оно начнет сердиться. Когда сердятся 10 человек, их можно посадить в тюрьму. Когда сердятся 100 или 1000, их можно там разогнать из водометов. Знаете, у меня в жизни был один раз, когда я от просмотра телевизора пришел в ужас. Вот натуральный ужас. Я думаю, что значительные части сидеть присутствующих это могли видеть. Это был 1900, если не память не изменяет, 79-й год, приезд Аяталы Хмени из Парижа в Тегеран, когда на улицу вышли 3 миллиона человек. Вот 3 миллиона человек разогнать нельзя. Это невозможно. А есть ли их, как в Евросоюзе, будет 100 миллионов человек, которых лишают всего? Вот их на протяжении нескольких поколений их учили, что приличный человек должен потреблять, иметь отдельное жилье, иметь машину, иметь то, иметь все. А иначе он лох. Ну там, лузер. А тут 100 миллионов говорят, вы знаете, а у вас больше ничего не будет. Ни жилья, ни машины, ни работы, ничего не будет. Им это страшно не понравится. Что с ними делать? И вот эти вот люди в Давосе, они понимают, что сбежать-то они могут. Ну и дальше что? А куда они сбегут-то? На остров Новая Гвинея сидеть там на пальмах, да, в набедренных повязках? Нет, на эту руб они не побегут, потому что, а что им там делать? Так вот, мы это все человечество, находимся сегодня перед критической ситуацией. Избрание Трампа – это демонстрация того, что они поняли, что ситуация критическая. Если был хотя бы минимальный шанс, что она продлится, Трампа бы не избрали. Трамп при этом готов разговаривать со всеми, кто может эту тему поддержать. Проблема состоит в том, что в России ему разговаривать не с кем. Ну то есть он может обсудить ситуацию с Путиным, но как только дело дойдет до того, чтобы пустить это на шаг вниз, разговор закончится, потому что у Путина есть три человека, да, кому он может спустить? Медведеву, Набиулиной, да, даже и все, да? Грефу, да, прости, Господи. Ну вы что? Нет, нет. Шойгу – это не человек, который занимается конструктивом, он занимается другими вещами. Да, вот строить что-то, да, ну вот, каждому свое, да, спикер парламента – это не человек, который управляет правительством, да, у него другая работа. Вот, значит, вот это вот реальная проблема, которая над нами сегодня висит. При этом, с точки зрения государственного управления, от других инструментов, кроме как государственных, у нас нету, не работает ничего. У нас нету ни прямого народовластия, в мире нету. Только государство. Государство работает рычагами, там, государственного управления, через управление экономикой. Нигде в мире не существует сегодня теория этого кризиса. На Западе он вообще не признается. Обращаю внимание на замечательную картину. Элиты понимают кризис, а вся экономическая наука говорит, ребята, вы ошибаетесь, кризиса нет. Потому что у нас ее нет. Единственная страна в мире, где есть эта экономическая теория, это Россия. Но, правда, в рамках, как это, сомнительных экономистов. Но она есть. И более того, иногда это приводит к смешным результатам, потому что, как бы, нам уже намекают, типа, ребята, вот, давайте дружить. Я пока молчу, но намекают. Я подозреваю, что скоро будут намекать настойчиво. Ну, они резонно говорят, ну, типа, вы такие все замечательные, да, там вас не признают, а давайте мы вас признаем. Вот. Значит, проблема вот в чем. Теория есть, а модели будущего нет. Потому что сочинить модель будущего это время и силы. Вообще, это тот случай, когда нельзя в одиночку. Тут нужна, где там отец Всеволод, я его не вижу, вот. Нужна соборность. Да, вот нельзя модель будущего сочинить в одиночку. Это невозможно. Не получается. Да? Вот. А я, кстати, пытался эту тему обсуждать в рамках патриаршевой комиссии по экономике и этике много лет тому назад. Насколько я понимаю, последние лет пять она не собиралась. Нет. Вот. Что печально. Потому что, ну, вот, понимаете, да, когда речь идет о будущем, вот, вот, меня как человека очень волнует, что патриархию будущее волнует меньше, чем Исаакий. Вот. А? Ну, вот, понимаете, да, дело не в том, что я считаю, что церковь не имеет права на Исаакий. Это... Это... Ну, в будущем надо из настоящего идти думать. Вот. Значит, так вот, нужно о будущем думать, да, и тогда все остальные вопросы решатся автоматически. Вот мне кажется, да, что вот и туруб. Да, тема эта очень интересная. Я согласен с тем, что поскольку там ничего нет, то можно попытаться. Я прекрасно понимаю, что система государственного управления старая, либеральная. То есть, она даже на уровень Трампа не вышла. Она вот там, в либеральном прошлом. Поэтому Трамп ни с нашим правительством, ни с Центробанком работать не сможет и не будет. Это невозможно. И это нам еще выйдет боку. Вот. Так вот, они не дадут. То есть, как только мы начнем это делать, они тоже скажут, что это вот тут? Ага. Ну, я просто с этим много раз сталкивался, поскольку при советской власти делал разного рода такие вот, как это, очаги коммунизма. Значит, много было разных. Там было, например, такое место, как Беломорская биологическая станция МГУ, где был коммунизм такой классический. Там другие были места разные. тем не менее, нам необходимо, у нас есть главное, в рамках вот этой вот концепции, счастье вдоль, у нас есть очень важное преимущество, которое состоит в том, что мы можем построить экономическую модель этого будущего. Вот никто не может. Невозможно построить модель будущего, если у тебя нет описания реальности. Они в прошлом. Мы сегодня в настоящем. вот мы можем. И мне кажется, что я ничего не говорю по поводу Итруба. Это все правильно, надо пытаться, еще чего-то. Просто я, как бывший как-то высокопоставленный чиновник, сильно сомневаюсь, что дадут. Ну, есть одно единственное исключение, да, если разыгрывать эту карту между Россией, Китаем и Японией. То есть, если объяснить, что Итруб это отлаживание технологий, как китайцы нас будут защищать от японцев. Ну, соответственно, на берегах Амура японцы должны нас защищать от китайцев. Ну, еще бы... Биробиджане это отдельная тема, потому что, если англичане истребят Израиль, то мы еще получим 4 миллиона евреев, которые тоже будут нас от китайцев защищать. Биробиджане поедут к Китайцу. Секундочку, секундочку. А их просто их никто не будет спрашивать. Их же будут сажать на кораблике, их на кораблике будут сажать в Израиле. И сразу этот кораблик поплывет в Биробиджан, а не в Крым, как некоторые думают. Ну, с Посейдоном договоримся. Это как раз не самая большая проблема. Я как бы все... Я шучу, да, но шучу я вовсе не потому, что я считаю, что это игривая тема, а просто потому, что, если относиться к ней со звериной серьезностью, можно в неком смысле... С ума сойти, речь идет о выживании человечества в целом. То есть, фактически, мы сегодня оказались в ситуации, когда задача не полет на Марс, не обводнение Сахары, а задача спасения человечества в целом. Как... Ну, как вида, да, если угодно, но вида, там, недостаточно. Я не хотел бы, чтобы мои дети и внуки жили, как обезьянки на деревьях, да. Мне вот хочется, чтобы они были немножко по-другому. Вот. Так вот, мне кажется, что ключевой момент для нас сегодня может быть на том же острове Итуруп сделать некий центр, да, но мы все равно в любом случае должны... Хорошо. Академию, да, слово хорошее. А построение будущего. Мы должны его выстраивать и не только экономическую часть. Про экономическую часть я, по крайней мере, понимаю, что я там могу ее сочинить, да. Условно говоря, если там будет возможность собрать там 10 человек, которые могут на эту тему, и если у нас будет там полгода свободного времени, мы это придумаем. Но экономика это только часть. Нам нужно будущее, нам нужна процедура выстраивания модели будущего. Потому что вот ее мы можем продать в рамках вот этой вот вхождения в долю, не за деньги. За деньги это продать нельзя. Всему миру. А кто как бы будет участвовать? Ну вот я пока, я уже говорил об этом неделю тому назад, что есть четыре пока страны, которые могут в этом участвовать. Это США, Россия, Китай, Индия. Все остальные не субъектны. Ну нету в Европе, в Евросоюзе субъекта. Он отсутствует. С кем решать вопросы? Аналогичная ситуация во многих других местах. Но для того, чтобы эти люди могли что-то делать, необходимо иметь предмет обсуждения. А предмета сегодня нет. Вот а да, безусловно, я считаю, что тему и трупа нужно развивать. Я согласен с Петром Адольфовичем в части того, что там надо выстраивать новое будущее, называть ли его пятым, седьмым или одиннадцатым, это все демагогия. Я вообще не считаю, что мы перешли к чему-то новому от индустриального общества. Потому что если посмотреть на историю, посмотреть на экономику мировую, я не знаю, знает ли это кто-нибудь или нет, но это цифры банальные. Рост мировой экономики за последние тридцать пять лет, ну то есть с восемьдесят первого года, с момента, когда началась регономика, отстает от роста долгов примерно на тридцать процентов. Ну то есть представьте себе, что есть семья, которая получила кредитную линию на тридцать лет, тридцать миллионов долларов, она каждый год брала миллион, из этой линии ее тратила. Жить они стали очень хорошо. Машины, яхты туда-сюда, 30 лет прошло. Долгов на 30 миллионов, доходов никаких. Вот это ситуация мировой экономики. Не было за эти 37 лет экономического роста вообще. Он был меньше, чем совокупный рост долга, который поддерживать больше невозможно. Поэтому мы живем на самом деле в экономике 80-го года. А если мы посмотрим на доходы в Соединенных Штатах Америки, заработная плата средняя на уровне 1958-го года, до начала кризиса. А после его начала что будет? Вот. И по этой причине в этой ситуации людям, которых вы лишили будущего, и которых вы тремя поколениями приучили, что у них должно быть машин, квартира, тыр-тыр-тыр, их можно купить одним единственным способом, образом будущего нового. Без этого катастрофа. И ИГИЛ нам покажется счастьем и избавлением от хаоса. Ну, они при этом решат, например, демографический опрос с радикальным способом отрежут всем голову. Причем это всюду. Вот. Значит, я хотел бы закончить, но вот еще раз повторю, наша главная задача это создать механизм построения модели будущего. и это то, что Россия сегодня может предъявить, так сказать, на весы цивилизацию. Никто больше сегодня не может. Наши, как это, партнеры, как это сейчас принято, ведь американские, решили изучить, так сказать, цитадель либерализма в лице высшей школы экономики и придумали некий опросник. суть этого опросника, вывод, один единственный. Считают ли, прямо этот опрос задавать нельзя, они считали, надо вот косвенно, считают ли студенты высшей школы экономики, что молодой человек может отдать жизнь за родину. Значит, результат получился следующий, где-то примерно 70% студентов высшей школы экономики считают, что это не только можно, но и нужно. 70%. Значит, соответственно, в стране сильно больше. Хотя молодую гвардию в школе больше не проходит, но, тем не менее, вот эта база осталась. И есть знаменитая история, опять-таки отца Всеволода нет, как тогда еще митрополит Кирилл ехал в лифте Госдепа с Кандализа Райс, которая ему сказала, что, к сожалению, мы пока не сломали вот эту вашу базу, но еще сломаем. А уже сейчас понятно, что не сломают. Да, все, уже те, кто ломает, уже ушел. Да, все. Приход Трампа, еще раз повторю, дело не в том, что Трамп что-то изменить хочет, а потому что то, что уже изменилось, привело к его приходу. Что касается Японии. Япония это такое традиционное общество со всеми его традиционными причиндалами, включая совершенно озверевшую бюрократию. То есть, если вы пришли в больницу или в поликлинику и у вас какие-то есть проблемы, они вам задают один из вопросов, что у вас болит. То есть, если вы скажете, что у вас что-то болит, они начнут это лечить с использованием всей техники. А если вы соответственно говорите, а мне нужно анализ крови сделать, как вот у нас в этом, в инвитро, то вам говорят, нет, нельзя, потому что у вас ничего не болит. Вот. Ну, я не буду рассказывать байки, как ребенок с ними воевал. А, я еще раз говорю, у меня ребенок там живет в час, вот в час. Она была там в поликлинике позавчера. В поликлинике? В больнице. Там нет поликлиник в нашем смысле этого слова. Значит, дальше. А что касается японского отношения к России. Значит, а в Японии летом еще до визита АБО во Владивосток и до создания соответствующего министерства во всех даже глубоко провинциальных магазинчиках, где продают всякую полиграфическую продукцию типа календарей, постеров и так далее. Вот ты входишь в какой-нибудь там город Акаяма, но Акаяма это еще центр префектуры, хотя очень маленький, а есть и даже и в окрестных тоже маленьких городках. Вот ты входишь и сразу висит такой большой-большой календарь, на котором изображен Владимир Владимирович Путин. и не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, какие выводы из этого делают японцы. Еще раз повторяю, с лета этого года. Вот это вот, нужно понимать, что то, что происходило, начиная с 80-х годов. Концепция эта, либеральная, появилась в 18-м веке, я про это много писал, как альтернатива, западный проект, красный проект. Реально она стала реализовываться в полном масштабе с 81-го года под вполне конкретный ресурс, под эмиссию доллара. Все, нет большей эмиссии, эта модель закончена. Уже понятно, что мы возвращаемся к некоторым консервативным стандартам. Но проблема состоит в том, что экономической модели у этих консервативных стандартов нет. Мы не можем вернуться ни в капитализм 18-го века, ни тем более соответственно к цеховому хозяйству 15-го века. Хотя бы по банальной причине, потому что живет на шарике 7 миллиардов человек, а прокормить такие способы хозяйств не могут от силы полмиллиарда. Ничего с этим нельзя сделать. Главная проблема Китая, я уже про это говорил тоже, много раз. Там есть миллиард человек, которые занимаются сельским хозяйством. Теоретически надо бы там повышать производительность труда. Теоретически. Практически повышение производительности труда в два раза. Для этого ничего не нужно делать. У них сельское хозяйство, как у нас в 19-м веке. Ну ничего, это просто автоматически делается. на увеличение производительности труда в сельском хозяйстве Китая в два раза создает 500 миллионов безработных. Куда их девать, науке, их даже убить нельзя. Потому что вы понимаете, что такое с точки зрения экологии, за которую так печется и Петр Адольфович, и мы все, что такое 500 миллионов трупов. Невозможно. С этим что-то нужно делать. И все прекрасно понимают, что с этим что-то нужно делать. Ну то есть из тех, разумеется, кто думает. Беда состоит в том, что либеральная модель управления предполагала написание универсальных правил и подготовка бездумных исполнителей этих правил. Вот вся беда состоит в том, что вся управленческая вертикаль, что в США, что в Евросоюзе, что в России, это люди, которых целенаправленно готовили под полную безответственность и полное отсутствие умения думать. Вы их не можете заставить. У них атрофированы соответствующие каль. А отсутствуют полностью. И вот что с этим делать абсолютно непонятно. То есть нужно это, да, разумеется, нужно это все. Единственный способ это сделать, это снизу предъявив обществу, которое еще там что-то. А люди, обычные люди, они не могут не думать, потому что у них сегодня зарплата, условно говоря, тысяча, завтра будет пятьсот, послезавтра двести пятьдесят. Мы идем в этом направлении, мы это видим невооруженным глазом. И поэтому эти люди готовы, им нужен образ будущего. и Петр Адольфович совершенно резонно говорит, давайте возьмем маленькое место, где можно этот образ будущего показать. Потому что мы не можем этот образ будущего делать там, где есть уже старый, старая схема, потому что она, естественно, доминирует. Рублевка. Ну, рублевка это как бы какой-то элемент маленький. Рыб, пожалуйста, кого вы свезете туда на этот друг? Там вот такие же люди. А люди, люди, существа, люди, существа разумные, чиновники неразумные. Их, еще раз говорю, специально дрессировали. К сожалению, мы все должны помнить, что люди смертны, и что смерть это тоже выход. И даже если он кажется кому-то неприятным, тем не менее, это вполне реальный выход. Невозможно. Поймите, мы создали цивилизацию, которая построена на потреблении. Если мы начнем сейчас сокращать численность населения, мы свалимся даже не в средние века, а еще сильно ниже. Так вот, идет эта самая конференция, выступает академик и говорит, вот мы строим со столь коммунизм, не получился, строили социализм, не получился. Сейчас начали строить капитализм. Я даже не знаю, какой еще строй существует. Все замолчали, только с Хвориц, это я, сказал с места, еще бывает строй в колонну по четыре, понимаете, все заржали, но потом в перерыве на кофе-бреке все американцы ко мне подошли, сказали, как они уважают Советскую Армию. Нет, я сейчас не обо... А почему они уважают, знаете? Я, конечно, знаю. Почему? Вот это на самом деле никто не понимает. А я могу вам сказать, почему они уважают. Потому что они внимательно читают исторические книжки. И они очень хорошо помнят, что бывает, когда русская армия проигрывает сражения. Они очень хорошо помнят, что это закончилось сжиганием Москвы в 1812 году. Поэтому они точно знают, что лучше не провоцировать. Это закончилось пляской Платова на Монмартре, понимаете? Это потом закончилось. Я хочу сказать о будущем. Вот сейчас очень серьезная вещь. Строй в колонну по четыре нам гарантирован. Никакое новое будущее, как мы будем делать сейчас, с Трампом, без Трампа, против него вместе, не обойдется без мобилизации. Любая мобилизация, при том бардаке, которое строится в любой стране и тех слоях розовых шапочек, пустых кастрюль и прочих трансгендеров, которые играют в эти цветы революции, понимаете, без насилия не убирается. И это данность, которую нужно понимать.